Мэр Магадана Юрий Гришан посетил стройку жилого комплекса в районе 31 квартала. На данном этапе ведут железнобетонные монолитные работы. Начали устанавливать оконные пластиковые рамы. После того, как в городе потеплеет, строители начнут прокладывать наружные и внутренние сети. Дом будет девятиэтажный, 64 квартиры. Занимается объектом ООО «ОПРКОМ». Планировка в квартирах свободная. Территорию жилого комплекса также планируют благоустроить. А здесь будет в конечном итоге три девятиэтажки. В конечном итоге мы планируем их закрыть забором. Это будет как единая площадка. Посередине будет детская площадка с подземной парковкой под ней. Стоят шлагбаумы, то есть у людей будет частный доступ на данную территорию. На объекте работают 15 человек. К концу марта количество строителей станет вдвое больше. Магаданцы уже покупают квартиры в этом доме. Город планирует приобрести жильё для детей-сирот. На вторичном рынке практически всё забрали, что было в городе Магадане. Поэтому будем рассматривать при определённых условиях. И цена, чтобы устраивала, будем приобретать в том числе и в этом доме квартиры для детей-сирот. Работы над домом начали год назад. Завершить планируют к декабрю 2022-го. По словам специалистов, всё идёт согласно графику. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко. Магаданское время. В Северном Артеке провели профильную смену «Снежный десант-2022». Это молодёжная добровольческая акция, посвящённую снятию блокады Ленинграда. В этот раз в смене приняли участие 13 команд. Ребята из Магадана и районов Колымы. Школьники, члены общественных объединений и воспитанники военно-патриотических клубов. У нас в регионе не так много военно-спортивных соревнований проводятся. И для военно-патриотических клубов, для военно-патриотических классов, для кадетских классов, для всех организаций, которые занимаются военной патриотикой, конечно, такие соревнования очень важны. Так как это и соревновательный дух развивается, это и отработка своих навыков именно по военным дисциплинам. Цель смены – развитие у молодёжи Колымы патриотизма и творческих способностей. По словам организаторов, нужно приобщить ребят к историческому прошлому своей страны. Задачи смены – пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружбы между образовательными организациями, популяризация прохождения военной службы. Инициатором смены выступил региональный образовательный центр «Перспектива». Однако снежный десант – это результат совместной работы учреждений. Это и Министерство образования, и Управление Росгвардии по Магаданской области, России по Магаданской области. Это и Северный Артек, где проходит мероприятие. Это и Федерация свелковых видов спорта Магаданской области, и Департамент спорта, и Всероссийский молодёжный центр «Олимп». Поэтому совместные усилия привели к тому, что это мероприятие и удаётся сейчас, и становится традиционным. Снежный десант воспитывает у молодёжи гордость за свою страну, формирует патриотическое сознание, а также повышает уровень интеллектуального развития. Это всё-таки как патриотизм. Мы считаем, что это очень классно, мы что-то для себя новое открываем. Вот поэтому нам интересно как будто бы что-то новое для себя увидеть, узнать. Ну, это развивает у молодёжи стремление в армию идти. Всё это как бы дисциплинирует их. Ну, потому что это, во-первых, формирование своей силы духа, подготовка также силовая, также команда сплачивается. Мы должны развивать патриотизм. В каждом из нас должен быть дух, чтобы мы в любом моменте смогли постоять в нашу Родину. Провели снежный десант 2022 в рамках программы «Губернаторский лагерь». Елизавета Сипаилова, Илья Пачин. «Магаданское время». Сейчас очень удобно многим родителям, как бы эта тема избита не звучала, телефон отдали в руки, и родители свободны дома, и ребёнок занят. Вроде как на глазах, чем-то там занят. Я не устаю задавать вопрос на протяжении 6 лет поездок по районам и сборам с родителями на тему того, что у вашего ребёнка в телефоне. Самый парадоксальный ответ от родителей, когда ребёнку там 10-11 лет, они говорят, а я не знаю, у ребёнка телефон-то запаролен. Я говорю, кто платит за тариф? Кто симптом оставлял? Ну так может быть доверительные отношения или какой-то шантаж может быть семейный. Всё-таки вы должны знать, где ребёнок. У нас с вами было несколько печальных случаев, когда ответственные сотрудники правоохранительных органов вычисляли так называемых кураторов, пускай это было эпизодически, и слава богу, что эпизодически на территории нашей области кураторов по Синемке там, и так далее и тому подобное. Были такие случаи, когда дети у нас на это, извините за такое слово, ведутся, читают. У нас в том году участились случаи преступлений, связанных с... Это преступление называется, да, против половой неприкосновенности, там преступления сексуального характера, самого физического воздействия не было, но у нас очень много взрослых людей рассылают свои фотографии, понятно чего, и требуют замен у маленьких детей. В своей фотографии ребенок не наученся в цифровой гигиене. Родителям никогда или абсолютно родители не научены тому, чтобы отслеживать эти вещи. Действительно военное переломное время, и сегодня у нас идет не только горячая война, но идет еще такая серьезная информационная война в социальных сетях, и, конечно, одними из первых тех, кто является подверженным, являются дети, я буквально сегодня только вышел в школу, был во днях на больничном, не видел своих детей, но вот могу сказать, что те панические настроения, и очень, скажем так, сильно подавленные у кого-то, наоборот, очень искаженные представления, они, конечно, связаны с тем, что, безусловно, дети большую часть информации получают, конечно, из сегодня социальных сетей, Тип-Ток, Инстаграм, другие виды. Есть целый ряд законов, есть целый ряд преступлений в цифровой среде, которые наказываются уже. Здесь надо начинать с того, что просветительская деятельность. Здесь в карте четко сказано, у нас с вами во втором разделе, у нас, мне очень нравятся пункты 1, 4, 6 и с 11 по 13. Кто посмотрит, кому интересно, посмотрите, да? Создается безопасная цифровая среда, совместная ответственность за безопасную цифровую среду, обучать детей созидательно и ответственно использовать технологии и дальше. 11. Формируют сознательное отношение к своему поведению в сети, обучают осторожному обращению с персональной информацией и информируют детей о возможностях и опасностях в интернете. А в третьем разделе, 5, 6 и 8, принимают меры по предотвращению детей доступа к услугам и контенту, которые по закону должны быть недоступны для них, используют, обучают использованию, повышают доступность для всех категорий используя технологические инструменты по защите идеи онлайн в среде и создают и распространяют просветительский и воспитательный позитивный контент. Вот это те столповые такие вещи, на которых зиждется не только карте, а вообще само понимание цифровой безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова